К счастью, мы способны устранить риск развития онкологического заболевания почти на 80%. Не все определяется генетической предрасположенностью или возрастом, многое зависит от нас. Наше исследование как раз посвящено ранней диагностике онкологических заболеваний, при которой успех лечения достигает 80-90%. Поэтому мы вложили наши усилия именно в раннюю диагностику. Существуют определенные методы ранней диагностики. Они включены, кстати, в программу диспансеризации. Но все методики, которые на сегодняшний день используются, это по большей части инвазивные методики, требующие довольно большого времени и для пациента, и в том числе определенных застрадок системы здравоохранения. Наша методика основана на всего лишь взятии анализа крови. Но благодаря нашему анализу мы быстро в течение одного дня можем посмотреть целый ряд маркеров, которые при обследовании и при изучении машинным интеллектом могут нам дать определенные группы риска, определить риск у каждого конкретного человека. Уникальность нашего метода заключается в том, что собрав определенные маркеры, в том числе и опухолевые маркеры, и маркеры метаболизма, которые ранее относились к другим заболеваниям, но есть достоверные данные, что они изменяются и при онкологии, в том числе. Собрав этот набор данных, мы сравнили их со здоровыми добровольцами, получили определенные цифры, которые были обработаны методом машинного обучения, и не одним, а тремя методами машинного обучения. Искусственный интеллект создал для нас алгоритм, который позволяет выделить пациентов, которые находятся в группе риска. Машинное обучение Машинное обучение — это определенные алгоритмы, заложенные в компьютер, которые позволяют, не обрабатывая данные статистическими, классическими статистическими методами анализа, они позволяют выделить те данные, которые наиболее характерны для определенной группы. Таких методов несколько. Это, например, метод случайного леса, когда машина идет, так скажем, по саду расходящихся тропок. То есть она видит, что если при таком маркере, при таком уровне маркера у онкологического заболевания другой маркер повышен, то она идет по этой тропке, машина сама. А если понижен, то значит этот человек уходит в сторону здоровых. И так далее. Это целое дерево решений. Методы машинного обучения, они более приближены к той оценке, которую дает наш головной мозг со всеми сложностями, которые этой оценке сопутствуют. Как мозг отличает одного человека от другого по целой серии параметров, и при этом они, возможно, не поддаются статистической обработке классическими методами статистики. Искусственный интеллект позволяет это сделать. В тестовом режиме мы уже сейчас в нашей клинике управления здоровьем используем эту методику как систему поддержки принятия решения. Но это скорее научная разработка, которая тестируется в клинической практике. Но мы надеемся, в течение еще года-полутора мы получим уже разрешение для использования в рутинной клинической практике. Мы достигли 90-процентной точности. Мы, конечно же, будем продолжать наше исследование и постараемся улучшить нашу методику, собрав как можно больше данных. Но на сегодняшний день мы получили 90-процентное. Практические советы, может быть, они уже несколько надоели от из уст врачей, но тем не менее они остаются одними и теми же, наверное, на протяжении последних 20 лет. Первое – это отказ от курения. Второе – это отказ от алкоголя. Третье – это здоровое питание, здоровый образ жизни, как можно больше физических нагрузок, пребывание на свежем воздухе, подальше от наших технических разработок, нашей цивилизации. И то, что, собственно, пришло в последнее время в здравоохранении – это возможность вакцинации от некоторых онкологических заболеваний. Это вакцины от рака печени и вакцинация от вируса папилломы человека. Ну, о профилактике я уже несколько слов сказала. Это по вопросу вакцинации – это как раз вопросы, практически пришедшие в здравоохранение в 21 веке. Если мы говорим о диагностике, то, конечно же, у нас появились новые методы диагностики, в том числе ранее, надеемся, и наш, тоже войдет в этот перечень. Если мы говорим о лечении, то однозначные успехи достигнуты в разработке противоопухолевой терапии, в том числе препаратов направленного действия, которые подходят к опухоли как к ключик-замку. И получаются очень хорошие результаты лечения. И иммуно-онкологические препараты, за которые Нобелевская премия была получена в прошлом году, они активируют иммунитет, собственно, человека для борьбы с онкологическим заболеванием. И суммируя все вышесказанное, если мы приложим все наши усилия для соблюдения здорового образа жизни, для устранения всех факторов риска, подключая методы ранней диагностики, обращаясь своевременно к врачу, я уверена, что мы сможем достичь излечения в 80-90% случаев онкологических заболеваний. Так что все в наших руках.